Всех приветствую на AllSuite Online каждую 5 часов в 20.00 по этой ссылке проходим в открытую комнату абсолютно для всех единственное нужно зарегистрироваться чтобы получать рассылку и мы рассмотрим основные фьючерсные рынки индексы, валютные пары, металлы, нефтяной рынок с точки зрения объемного профиля анализа и по традиции у нас начальные новости что было, какие новости прошли, какие будут и сейчас очень, можно так сказать, весь информационный поток забит новостями по поводу сбитого самолета, потом Сирия также очень большое внимание китайским компаниям, особенно еще интересует финансовый рынок разные скандалы с немецкими компаниями, в том числе Volkswagen и в принципе пытаются как бы от реальной сути, от реальной проблемы отвести взгляд то есть, ну, чтобы не, ну, можно так сказать, немножко забыли о том, что у штатов на носу и выборы президента и повышением процентных ставок и голосованием членов федеральной системы там уже к концу года вроде как планируют либо в первом квартале следующего года и, ну, в общем, замыливают, разбавляют информационный поток, вводят внимание на другие сектора и, в принципе, тематика так, ну, неделя была, можно так сказать, рабочей, стандартной, то есть, без каких-либо сверхъестественных фундаментальных изменений значит, по экономическим отчетам и событиям на следующей неделе значит, праздник в Сингапуре во вторник, 10 ноября и индекс потребительских цен Китая плюс следующий объем промышленного производства за октябрь планирую, что он чуть-чуть на десятую станет ну, отчет будет выше, аналитики так прогнозируют в принципе, это ожидаемый небольшой подъем на фоне грядущих праздников оборот товарооборот в любом случае усилился и здесь одна десятая, как-то даже маловато значит, Британия читается в среду по безработным 12.30 так что четверг за ней отчитается Австралия причем прогнозируют, что показатель будет лучше в пятницу будет интересный отчет по ВП Германии в третий квартал и планирую, что он будет на одну десятую меньше, чем предыдущий показатель 0.4% единственная страна в евросекторе пока ну, не считая Англии которая вытягивает в общем евросектор и ну, я штудировал индексы стран, которые входят в евросектор в еврозону вот за по итогам года то есть с этого дня 365 дней назад какой их в каждой стране индекс сводный на комом уровне и в плюсе ну, то есть в плюсовых значениях естественно Германия Франция в северные страны в том числе даже Дания и если я не ошибаюсь Финляндия вот и страны по в которые уже поменьше по развитию по слабее экономика в основном в отрицательном диапазоне и некоторые очень сильно в отрицательном так если не ошибаюсь даже Швейцария в каком-то да, да, да у них получается Швейцария и еще кажется Монако еще Королевство Монако вроде тоже по убыткам немножко прошлась ну несущественно все равно гиганты пока вытягивают всю еврозону и это плохо в принципе сама идея объединения стран в какой-то сектор удобно для создания навязывания одной валютной единицы и затем манипулированием манипулирование финансовых рынков становится легче точно так же как с долларом произошло похожий прием сделали не пытались а именно сделали и у них это получилось с евро валютой то есть люди которые живут достаточно наши да наши люди которые живут в странах евросоюза рассказывают что даже те же французы например не особо рады то есть у них делится жизнь до вступления в объединение в евросоюз и после то есть им намного лучше жилось навязывание этой валюты очень много в странах изменило и жизнь людей и уровень жизни на следующей неделе по штатам открытые рынки но банки закрыты по среду 11 числа в четверг по штатам jobless claims вряд ли 8.30 отчитаются в пятницу 8.30 можно сказать на следующей неделе будет по штормовому предупреждению достаточно штилевая такая обстановка то есть jobless claims вряд ли кого-то удивит плохим отчетом даже если очень плохо читаются по jobless claims то это для елен будет еще один предлог пока повременить с повышением процентных ставок тем самым даст повод S&P 500 дальше идти на восходящей динамике причем я уже как бы уверен что они до новогодних праздников вряд ли будут повышать процентные ставки если они вообще будут повышать и по традиции S&P перед Рождеством перед новым годом растет и эти тенденции уже несколько лет мило радует трейдеров которые и постоянно посещают Wall Street Online и используют платформу Wallfix особенно те кто давно уже с нашей компанией общаются поддерживают связь все уже помнят что перед новогодними праздниками вот такая вот раздача вкусных сделок по S&P да и не только по S&P ну это фундаментально объяснимо и главное чтобы эта тенденция и традиция была всегда и она не менялась так буквально пару трейдеров захватим за эту неделю так ну сегодняшняя сессия вне комментариев здесь манипулятивно достаточно таскают котировку макс макс неплохо поработал видите работает на пробитие уровня заходит и на максимуме и на расширение коридора во вторник неплохо зашел потом потом абсолютно на можно сказать по лезвию ножа но достаточно интересный подход в открытии позиции вот вчера конечно чуть-чуть вот этот коррекционный ну проложение тенденций захватили рановатенько зашли 92 с половиной и 2103 спал 4 бакса конечно это не шутки на 100 контрактов ну неплохо все равно достаточно аккуратненько да такие две сделочки на таком объеме в принципе новый год можно уже спокойно встречать так sky one рад что он не ну как бы не ну своей традиции позиционно стоит в тенденции даже по крайней мере не фиксирует никаких позиций возможно учитывая ту динамику перед новогоднюю не фиксирует пока покупку честно сам слежу даже подписан на его сделки знаю этого трейдера и интересно когда он закроет покупку удачно либо все таки промажет вот и когда именно начнет вообще фиксировать частично так ну с остальными по стоку по стоку ртс на этой неделе порадовал финн достаточно неплохо ну и не сомневался он ну неплохой трейдер в принципе и дисциплина есть и понимание рыночного вопроса ну сами сделки сами говорят за трейдера поэтому тут без комментариев денчик ну как видите с переменным успехом про покупку видно либо забыл но тоже мне не серьезно лариса вот так вот зашрутила аккуратненько выставлен стоплосик хорошо причем стоплос выставлен на специальном уровне лариса уже давно в объемном анализе ну Гуров в этом контракте конечно в хорошей форме в прошлом контракте мне понравилось как он работал вот если в доверительном управлении например я бы подписался на его позиции так cyberfun стоячок наш закрыл покупочку 5 миллионов зафиксил и в кэш правильно почему бы нет зачем лишний раз тормошить рынок танакариде спекуль тут тоже что то за эксперименты происходят ну что то сбился с волны достаточно такие ненужные сделки открываются евро млб по ртс в один пункт млб ну здесь конечно вот это не сильно хороший процесс так понимаю здесь набирали позицию по два контракта потом сверху сразу 30 ну так так не годится это это вот так можно делать если вообще растерялся на рынке то есть не системно достаточно подконт на самом деле заканчивается плачевно сегодня прошла удачно такая рокировка можно сказать так здесь открытие ночью открыл открылся именно по рискам вообще не просаживали неплохо но с фиксацией достаточно рановато выходите это рано здесь какое-то чудо произошло да и вообще зачем открывать позицию в 10 часов 20 минут 11 так ну надо еще немножко поработать потому что есть сделки которые просто не нужно делать вот рекомендация трейдерам которые еще ну развиваются еще как бы исследуют экспериментируют с разными подходами чтобы снизить количество убыточных сделок ну вернее как бы увеличить прибыль и снизить ну уменьшить убытки проанализируйте свои убыточные сделки потому что если хорошо подойти к этому вопросу и проследить закономерность именно в убыточных сделках допустим вот сразу видно в млб проблемы с входом на максимуме достаточно рисково открывается позиция с расчетом взять самую максимальную цену на продажу и на этом прогорают большинство ловятся все потому что вот этот тонкий тонкая грань между завершением покупок и началом резкого балла это не то есть это не есть красивая сделка можно так сказать лучше четыре сделки будут хорошо взяты по тренду внутри недели и не с максимумом ну те кто уже с опытом и как бы в теме они такие сделки заценят поэтому старайтесь вот заметить за собой вот этот желание взять самую минимальную цену на покупку и самую максимальную вот это если вы от таких сделок избавитесь я уверен что процентов 20 убыточных прозиций не просто исчезнут и все старайтесь не открывать на самой верхней цене на шорт и на самой нижней на покупку такой четкий анализ ну можно совершить с ну хорошей программой с хорошими данными на тиковом уровне с дельтой и с хорошим потоком ордеров стаканом но это рисковые точки входа и можно падающие ножи легко поймать волну серию вернее неудачных сделок потому откажитесь от таких точек входа и у вас сразу equity поменяется в лучшую сторону так новый трейдер появился станислав и судя по всему что-то он про рубль знает интересная тактика жалко что не держит долго позиции сразу выходит так гуров на рубле зашел на бай с открытия стоит без убыток все как все как положено шорты неплохие были ну гуров конечно растет это заметно фин тоже не подкачал так ас асперт технично технично аккуратненько хоть и короткие сделки но без лишних нервов получил стоп лосик все больше ничего не делать никаких лишних движений неплохо тут конечно погорячился а так аккуратненько ровненько без эмоций судя по всему так и пожалуй все больше не на кого обратить внимание приходим на smp деврик 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 я не успел точно точно еврик на евро тут бесспорно карлос за неделю абсолютная победа с хорошим фиксом шорта и если не смотреть продолжение графика все круто сегодня вот еще динамику jt25 отлично 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 видно пошло на пользу знания телец 49 ну надеюсь зрители увидят записи неплохо смотрите зашел вышел какой-то инсайт что круто правда ну посмотрим посмотрим если из десяти сделок восемь такие будут я первый кто будет подписан этого трейдера так старичок наш мишка мед ну вот это лишнее думаю до продажа вышел ну на минимуме неделю после такого еще шорта дальше шортить ну может быть подстава рисково в общем я думаю что при таком шорте и такой фиксации больше не надо ничего открывать так ну собственно здесь дальше висит шорт на втором счету оно и правильно дизель технично радует радует смотрите давненько я не посматривал еврик тут оказывается уже прилучились трейдеры на неукротимом фьючерсе пара евро долларов big тоже есть хорошие предпосылки но еще нужно работать paper trade проблема с выходом тут сразу видно проблема с фиксацией и похоже что с обходом тоже но более менее терпимо неделя в плюсе тут так земли стокус ладно начнем обзор смп по традиции так так где наш маркет watch навигатор и так шестое ноября и смп на 2100 побывал на этой неделе ликвидность не шевелится то есть ну в четыре недели идут даже пять можно сказать в одном режиме по ликвидности вот я наблюдал за новостным потоком в этот период крайне стараются мало уделять внимание особенно американские ресурсы вот касаемо смп компании акции которые выходит переключают внимание на все что угодно китай потом сейчас вот у них началась пропаганда что этот иорданская нефть начнет заходить на рынок они уже там просто не могут терпеть хотят выбросить свой свое сырье как бы на нефтяной рынок ну тем самым котировочку хотят я про американцев хотят пониже толкнуть причем смотрел индекс стран нефтедобычи там за за год отчеты у всех убыточные то есть я не знаю сколько они еще будут терпеть возможно они так объемненько захеджили все эти потери на понижение стоимости барреля но в сауды все арабские вот эти добычки у них всех индексов отрицательные причем не минус 2 процента там по 18 минус 18 минус 20 есть и поэтому сколько там будет терпение хватать значит смотрите уровень поддержки вот вот сдаст позиции здесь даже так с легкой руки начертить равноделенный канал и пробитие ядра прошлой недели то есть текущая неделя уходит под прошлую толпа начнет шортить то есть начнут заходить на шорты и может быть коррекционный момент относительно этой продажи то есть возврат снова на 2080 2090 20100 возможно чтобы вынести всех селлеров ликвидность прыгнуть должна и ну месяц роста перед рождеством перед новым годом это само собой поэтому если сейчас 6 ноября ну могут немножко откорректироваться но я думаю не ниже 2000 и к новому году снова возобновить рост даже не к новому году а к завершению контракта я думаю не сделают его красивым а вот мартовский уже когда все отойдут после праздников может начаться очень коварно потому что все отдыхают многие улетят и не будут следить за финансовым рынком и вот там 15 декабря возможно там в январе под шумок могут хорошенько так рвануть ну посмотрим что будет насколько они жестоки и коварные мы давно убедились но всегда нужно быть начеку значит по локациям убираем линию так это не нужно закрываем нарисовал очки и так очень плотно вся неделя простояла коридорчики и закрытие идет совсем не выше этого массива поэтому у байеров пока давление ощутимое даже видно по котировке без объема 26 от 272 коридор прошлой недели как раз и будет первым триггером на расширение коридора на нисходящую динамику то есть если будут удерживать прям вот цель номер один закрыть декабрьский контракт красиво позитивно вполне могут здесь поддерживать еще 2060 2070 получается получается у нас локация ну массив на загрузку был 20 0 6 20 27 здесь две массивности объединил в коридор коридор и потом уже я думаю мы до того времени успеем собраться на следующем WallSuite Online на всех случае поставлю коридор этот четыре сессии плюс объемная поддержка тут две даже полтора полторы сессии поддерживали не пускали ниже так что цель номер один те кто уже подыскивают те кто покупках и ждут фиксации когда выйти когда зафиксировать это можете сразу алерт ставить на 2070 ценовой алерт как только 2070 появляется на рынке уже выложены очень внимательно следить у терминала за происходящими событиями потому что если будут поддерживать 2060 2070 еще могут простоять завершения контракта закрытие последние пару недель в конце контракта даже не пару недель три недели может быть увеличится волатильность и тогда уже могут быть достаточно резкие скачки и прогнозировать где закроется следующая торговая сессия будет ну не так точно то есть кучность ваших таргетов будет ухудшаться точно и же с фиксацией позиции поэтому пока сейчас рынок еще более-менее вот удерживают стронг бай тут внимательно первые импульсы на шорт с ликвидностью я думаю что 30 процентов контрактов ваш покупок уже можно будет сразу зафиксировать там следить по мере усугубления так по открытому интересу здесь обязательно смотрим обстановку ну скажем так топлива новое не поступает то есть они идут на ровном на ровной активности рост абсолютно не подтверждается наличием вливания нового кэша то есть фиксируются старые те кто заходили на минимумах позиционички да и среднесрочники и заходят те кто как раз пропустил все самое интересное и хочет немножко тоже поучаствовать в золотой лихорадке ну в общем топлива у этого роста нет как такового то есть на ключе и видите расширять коридор все сложнее и сложнее поэтому пробитие вот прошлой неделе первым звоночком будет второй график это ртс как выглядит на фоне смпф котировка по российскому индексу ну скажем так не хуже но могли бы лучше здесь более честно себя ведет в плане корректировки то есть смп дальше тянут манипулятивно причем каждая неделя уже третья неделя похоже на предыдущую здесь максимум пока не пробили 90 и посмотрим как будут удерживать 84 все больше новостного потока негативного по поводу того что очень много как бы добывается нефти ресурсов как бы что завышена вернее да 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 завышенная цена и предложений очень много спрос тот же вот добывают чуть больше чем нужно поэтому нефтетрейдеры не отреагируют конечно и пока вот нефть манипулятивно удерживают в коридорчике по дельте вот такая схема чуть посильнее поставим параметры и такая кучность покупок 6173 сразу заметно даже если взять более так идеально 2065 вот этот диапазон первый проверочный то есть если байеры манипулятивно по приказу пентагона либо же федеральной системы удерживают индекс на позитивной ноте то им надо этот уровень удержать потому что ниже во первых идет поддержка с точки зрения технического анализа и там толпа уже собралась я думаю немаленькая на шорты вот значит три сессии идут на нулевой дельте это это говорит о том что там байера есть то есть при такой динамике роста в любом случае фиксируются и это по открытому интересу видно но кто-то это все аккуратненько затаривает дальше на покупку то есть дисбаланс перекрыт и поэтому котировочка спокойно висит себе на максимуме кто это делает догадаться можно следующий блокпост вот загрузка на пробитие 2036 2048 тоже могут немножко отреагировать тут была дельта 70 тонн вот уровень стоит с прошлой недели вот как раз функциональная линия разделяет это событие давайте его так ярко выделим тут две торговые сессии штатов и закрытие 28 сформировали такое неплохое ядро и коварно закрылись конечно но с открытием после евросессии выше этого ядра план действий в принципе был намного яснее единственное мониторили этот уровень будут ли удерживать объемы выбросили ну ожидание было что могут попрощаться и потихонечку уже сдать позиции но нет они еще расширили максимум и теперь функцию контрольного уровня выполняет 2098 тут можно сказать все сессии этой недели простояли и каждая из них оставила свой след на профиле поэтому все внимание на 20 92 20 98 то есть не будут пускать выше оно и ясно почему но вот если будут всю неделю держать выше этого коридора значит еще не время для продаж так отработка этого уровня и ну если обратить внимание то сценарий торговых дней очень похожи три дня подряд идут достаточно похожие модели особенно вот во второй части сессии то есть допустим схематически возьмем эту сессию затем маневр и закрытие то есть и такой же самый маневр не устраивают и закрытие на второй день только немножко агрессивнее было первая часть и фактически ну вот еще осталось маневр на движение 88 сделать и закрыться три торговые сессии с одинаковыми сценариями одна и та же команда походу открывает и манипулирует маркетом выделяем уровни спекулятивные напомню что мы обзор делаем не детально то есть это достаточно так поверхностно с отбор необходимых я бы так сказал уровней советую еще более детально рассматривать дельту тиковые объемы тиковый график также взаимосвязь с фондовым рынком фондовым рынком нефтяной то есть ну открытый интерес само собой и детализация каждого ключевого объекта с маркировкой активности и типа агрессора то есть уровни вот например ядро 2092-2098 это необходимый набор уровней вот сопротивление поддержкой ядро то есть это просто базовое для ориентиров а вот где больше покупали какие массивы больше продавали мы к сожалению ну время потрачено на такой детальный анализ столь стольких рынков очень долго получится обзор несколько часов мы так полтора часа еле вкладываемся а так идем дальше значит по сценариям ядро номер один то есть если легко возвращаемся в этот уровень и с понедельника уходим выше 2098 шортить пока еще рановато похоже что еще не все они продемонстрировали своих возможностей и по критериям как бы ну рост уже должен заканчиваться то есть нет ни топлива нет линии ликвидности да и фундаментальных как бы факторов тоже кроме печатания долларов да их уже наверное не печатают просто так в электронном виде нолики единицы отправляют так так физик идентична и новогодние праздники люди тратят денежки подарки путешествия затаривают холодильники по самые верхах и веселятся на всю катушку поэтому тратится но денег в экономику вкидывается потребительский кэш ну и собственно акции компаний которые все это дело мероприятия обслуживают зарабатывают ну и фондовый рынок потихонечку на позитиве там и ползет наверх собственно поэтому индексы и еще с x тоже вот в таком ключе идет да ну здесь очень сложно ему как-то идти похоже рождество в германии будет в этом году не самое лучшее вот и ликвидность такая ну рабочая все нет вливаний и и как только пробьют куранты я думаю что цель удержать этот искусственный рост ну не то что не искусственный но видите что идут индексы на покупку по фундаментальным причинам то ясно но как тяжело тяжеловато возможно они уже смотрят отчеты доходов так компания крупные рестораны не уже сентября начинают готовиться к этим праздникам смотрят по доходам по результатам и судя по всему они не особо радужные ртс так ну тут опять же все внимание на 90 не решились рвануть выше ликвидка была как раз на это событие слабенькая вот вот таких бы еще пару сессий сюда добросить можно было бы вытолкнуть цену как раз коридор такое минное поле стопов это бы подбросило немножко маслицу в огонь и еще могли бы расширить коридор но в квите не смогли да ликвидность начала сразу затухать поддержку 83500 84 все еще фиксируем и объемненько 88700 уже 4 сессии 88100 такая вот тенденция тут две сессии поставили протестили тут две сессии то есть выйдут за 88100 я думаю что четвертый подход уже 90 будет удачным значит пробитие 84 то есть могут еще захватить там 83 попробуют удержать посмотрим потому что вот этот подход три сессии достаточно импульсивно шли на 83 на 82 сразу отреагировали поставили обратно стоять в коридоре вот могут еще раз так потому что суть по всему это были не волшебники а ликвидностью поддержали чтобы не дать толпе как бы разогнать этот шорт как бы вернули обратно но обратите внимание как такой широкий жест на самом деле вот движение на 90 просто потом резко вернулись обратно на 85 как бы это непрощальный маневр был поэтому очень внимательно на следующей неделе я думаю все внимание будет как раз 84 значит по открытому интересу посмотрим сейчас установку здесь я бы добавил майс x10 для сравнения ну тут можно и часы включить это и я могу другим общем он Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я думаю, вся причина в нефтяном моменте... Так, ну, опять же, не поступает новый кэш... Участников больше не становится... Видно, пока еще не пришел момент... Ну, неделя была без вливаний кэша... То есть, новых позиций не открыли, ажиотажа нет... Поэтому ждем... Возможно, еще будет висеть в коридоре... Насколько долго это затянется... Неизвестно... Но... Факт есть факт... Сейчас с подгрузисом... Так... Позитивно... Все происходило... 3-го числа даже 50 тонн за... Байером прошло... И... Фиксит... Особенно вот пятница отличилась... Фиксации было... Аж на... Где там этот... Бар... На 35 тонн... Больше на стороне селера... И... Ну... Может... Перестраховываются... И не хотят уже выставлять на выходные... Оставлять позиции... Оно, в принципе, уже подходит к тому, что... Вот-вот... Может SMP немножко... Просесть... Поэтому будем смотреть, как они удержат 84-ую... Это очень важно... Если удержат, то... Еще есть... Шансы... На... Сохранение динамики... Если отпустят... Я думаю, там... Набросятся... Многие на котировочку... Если еще нет... Тоже будет... На нисходящей... То... Покупать точно... Не самое лучшее решение... Итак... Обратим внимание... Интересный диапазон... Ядро недели... 87-800-88-750... За чем-то с топорем сходили... Причем там... 7-600... Ну... Ночью... До 10 часов вечера... Находился себе рынок... На 89-ой... За вечерку сходили на 90-ую... И вернулись обратно утром... Пару часов... Пару часов... И все... Поработали люди... Так... Ну... Открытие... Достаточно ликвидное... Самое ликвидное открытие... На этой неделе... Тут похоже... Участники уже знали... Что... Затеяли на рынке... И... Очень в попыхах... Разместились на... Продажу... Так... Ну... Уже... По факту мы видим... Дальнейшая... Судьба котировочки... И... Дневная сессия... Так и... Закрылась... На... Стороне... Селера... То есть... Байер... Практически... Ничего не мог... Идем сделать... Вечерочка... Там как-то... Идет... На корректировочку... И то... Слабенько... В общем... Открылись... Очень ликвидно... Закрыли... На минимуме... То есть... Тут... Победа за селерами... Сейчас посмотрим... Что там было... На самом деле... 35 тонн... Можно даже... Специально посмотреть... На... 15-минутном интервале... Как там... По массивности... Ну... Как видите... На американскую сессию... Как раз... Пришел солдар... Возможно... Фиксируют... Так как... Мы видим... Что там... К открытому интересу... Не особо... Но... Возьмите... 86... 620... По... 87... 87... 100... Минус... 7 штук... За 15 минут... И объем... Там был... 86 тонн... За 15 минут... Наоборот... Пук... Вот так вот... В общем... Если... На... Сопротивление... Спекулятивного... Intraday... То... Ну... Во-первых... Массив... Как... Контрольный уровень... А... Этот... Уже... Финишный... Если не уйдет... Понедельник выше... То... У нас... Нисходящая динамика... Во... Всеоружии... Далее... Тут... Нет слов... Похоже... Какой-то крупный лимитник... Делал свое дело... И... Уровень... 87 500... Возьмите... Все-таки... И... Посматривайте... Потому что... Там... Кто-то... Как волшебная палочка... Дирижер... Лов... Рынком... На этой сессии... Коварненько... Конечно... Но... Что поделаешь... Рубль... Так... ну модель достаточно коварная сейчас получается у нас и третьего числа и сегодня идет выносы той и той команды и принципе если понедельник вторник не не получится пробить ну не будет даже попыток идти в район 63 64 то возможно мы видели сброс топорей перед вот этой закупкой сейчас мы проверим это все на дельте еще пока выделяем модельности массивы значит массив ближайший на сопротивление фиксируем и вот этот массив уже также идет с повышенным интересом смотрим на дельту на рубле и на рубле на споте сейчас проверим тоже так на рубле по агрессору сейчас дневную сессию поставим да вот видите обе манипуляции на выброс стопорей 1 147 тонн на селере и сегодня 136 на байере три сессии загрузка байеров шла вот они возможно прошел какой-то информация что нефть еще не будет расти тем самым начали затариваться на всякий случай ну вот массив селеров такой промежуточный не ключевой но пока вот его не осилили посмотрим значит коридор байеров запомнили практически 64 500 и по 65 можно взять отметить как возможный коридор который будут поддерживать в случае если действительно модель которого мы заметили сформировали байеры на споте мы сейчас посмотрим если такое же подтверждение так 883 тут по 800 ну в общем те же люди тут 709 тут 3 сессии в одну ликвидность идет и чуть больше чем предыдущих на рост поэтому стоит зафиксировать точки взаимодействия этого участника и вот этот вот 65 45 уровень могут там также немножко приостановить динамику потом набрать ликвидности в районе 64 565 30 и потом повторно толкнуть на 66 неохотно конечно такой сценарий наблюдать но на всякий случай учитывайте значит поддержка которая протестирована 62 62 50 62 60 эти две сессии они на ликвидности более менее более и на всякий случай мониторте этот уровень так рубль по открытому интересу так ну как видите нет особо желающих поучаствовать в этих маневрах сбрасывали вот здесь как бы шел более менее ровный такой равномерный сброс позиции начиная с 8 числа здесь уже так по-быстрому начали сбрасывать после 64 поэтому ну рынки в ожидании неразбериха и нестабильность она только усугубляет ситуацию в финансовом рынке поэтому значит две сессии на массиве 63 890 64 270 и обратите внимание как на ртс так и на рубле в период ближе вот на штатах уже очень объемненько разместились как вариант здесь вполне могли и на обратную динамику зайти так как видите катеровочка еще не особо то и ушла то есть давление не такое как хотелось бы но возьмите этот диапазон и это номер один на понедельник коридоров вот насколько сильно будут достаивать этот уровень будет понятно по сценарию как себя вести можно даже посмотреть на чарте как на рубли в этот период шла борьба на более таком мелком интервале не 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 6 минут где там у нас ну в принципе сейчас поставим лучше вот так тут хватит и показателя вертикальной гистограммы значит дельта в пятиминутном паттерне начиная с 16.30 была в основном на стороне байера до 17.00 с копейками весь этот участок даже до 17.30 под контролем байера вот массив его активности 64 890 65 50 65 050 если подтвердиться поддержка и защита этого уровня то вы знаете что делать евро 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 так ну уровня те же самые практически торговая неделя ну единственное что вот поддержка которая намечалась ее сразу же сверли сверли тут не надо было даже особо пробовать то есть закрывается второе число на на слабом объеме третье число также и пошла ликвидность самая интересная сейчас массивность вот этот коридор тут очень очень активно и быстро разместили объемы за три сессии очень много то есть ликвидность громадная рывок и висят на минимуме может быть коварная модель понедельник открывается с таким же самым позитивом только еще сильнее на хорошей ликвидности и всех кто зашел вот кого загнали в шорты теряет голову теряет деньги вот и снова возвращается на 1.09 1.09.50 и нормально торгуется в том коридоре вполне возможный сценарий так как обратите внимание ликвидность которая была на шортах в районе 1.12 1.13 и ликвидность которая сегодня идет ну рабочая стандартная чуть повышенный рабочий уровень ликвидности поэтому висит вот спокойно на минимуме нет никаких дисбалансов то что на минимуме ну во флете это конечно для байеров минус а ликвидности нет это тоже с одной стороны если вы рассчитываете на покупки то в продаже особо тут не заходили то есть ну обычно равномерная стандартная рабочая торговая сессия фунт фунт на фунте идентичная картина на фунте также не не особо принимали участие по ликвидности чуть-чуть повышенная ну и понятно но не полмиллиона оборот за сессию 250 штук вот поэтому вот здесь верить можно то есть динамика может дальше на шорт идти на следующую сессию вот здесь же ну в принципе импульс тоже не сильный вот похожая ситуация идентичная же картина пару сессий стоят во флете потом такой вот импульс ликвидность на одном же уровне и видите как следующая сессия себя начали вести поэтому аккуратнее с этими моделями вот уже повторяется с начала октября часы переводили не переводили ой я даже не обратил внимание что со временем так ну записи посмотрите так теперь еще франк я помню частенько хотели рассмотреть ну ничего страшного а вот на так 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 нам надо франк вот ну тут похоже что топовая сессия из топовых ниже единицы ушел выделим уровня выделим уровня равномерно набирали ликвидность и вот сегодня еще 25 штук сделали спот по рублю повторно давайте посмотрим на томике ликвидность 5 миллионов дельта в районе 800 если не ошибаюсь то есть с копейками с копейками ой 800 стоп 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 перепутал тут 147 было тут 136 вот пока уже точно 800 это да 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 тут было 136 здесь и в дельта процентах 333 ну сейчас на споте посмотрим а точно спот вот 882 тонны и 55 вот третьего числа уровни 83 75 и можно захватить по 6415 весь коридор этот вполне может сигануть за 65 набрали объема сбросили вполне может быть такая модель и на ликвидности расширяет коридор если на следующий понедельник вторник этот коридорчик будет очень жестко удерживать последний блокпост вот он мы рассматривали вот момент сейчас давайте еще раз на меньше интервале на рублей споте те кто только подключились ну чтобы вам не так обидно было что раньше прошел вебинар попрошу чтобы запись сразу забросили в интернет и я думаю через полчаса вы уже сможете ее в записи посмотреть так сейчас чуть-чуть мы сожмем котировочку весь всплеск ажиотаж на рубле пришел как раз на 16.30 и до 17.30 основной массив как раз 64.15 по 64.30 вот здесь контрольный уровень то есть номер один на спорте на рубле там картина идентичная так ну дельта сразу на штатах вспышкой до 7.20 тут в основном активность была на стороне байера поэтому возьмите на мониторинг 64.900 65 0.5 повторно забрасывали так cluster profile CL нефть ну да если нефть дальше будет так себе вести так 4 числа ликвидная сессия на лайте достаточно прощальная модель прошла и она полностью уже подтвердилась 45.65 фиксируем 46.5 как текущий уровень основного уровня основной массив выбросили по стопорям похоже что селлеры там сильненько пострадали и если на следующей неделе мы не уходим выше 46 46.5 то вполне может ниже пойти нефть я видел очень такую коварную статью и упоминание про эти орданскую нефть что там уже ну чуть ли не со дня на день пойдет на рынок их добыча нефти и тем самым как бы просядет котировка и переизбыток продукции на рынке даст сильное предложение и тем самым котировка может сигануть еще ниже вот так вот да иранская нефть на подходе там вплоть до правительства правительства ирана уже не в силах у них похоже тоже там уже поджимает и не остается ничего как идти ну возможно америкосы попросили проманипулировать ну нефтетрейдеры на это в любом случае реагируют также прошу заметить вот эти две сессии уже шли не с таким ажиотажем возможно прошла информация либо раскусили замысел и коварный план запугать всех канадской нефтью может быть уже рассекречен поэтому дальше ликвидность была поменьше поэтому может быть динамика немножко приутихнет ну будем смотреть 43 44 вот тут ликвидность как раз была на реверс 400 тонн и там уже станет понятно и что с рублем и потом еще и ртс вот поэтому ликвидность на это расширение смотрим на бренде на бенде и на ртс и на ртс и ртс и по похоже модель попрощались 50 коварно и направляются на минимум это нехорошо для рубля ртс вот и единственный вот у них ведь тоже две сессии идут не на ликвидности то есть скорее всего на вот этом ажиотаже на заявлениях иранской нефти ну могли немножко подутикнуть с этим событием но в любом случае надо смотреть за 48 с половиной 49 как быстро вернуться на этот уровень либо даже выше 50 надо пробить как-то надолго затянулась это неуверенность по нефтянке нефти не так много на планете осталось она дорогая на самом деле добывать ее очень дорого вот ну сопротивление здесь само собой в этом контракте тем более ну добыл чай наверно не стоит смотреть так золото на удивление на 1088 идет без остановки уже тенденции не учитывается как смена тенденций если брать в расчет что флетовая сессия без расширения патировки выше не учитывается как смена тенденций а если ну тогда раз два три четыре пять шесть чистыми все сессии на расширение на продажу 7 с передышками на флэк 17 ликвидность на этом всем процессе ну ровно идет пока не утихли давайте посмотрим что там творится на дельте так смотрите на 15 минутам интервале за неделю уровень ликвидности заметили очень очень затариваются очень давайте выделим этот уровень сейчас еще на дельте посмотрим особенно вот этот я даже не заметил сегодня за золотом а тут просто прям активно здесь вппх прям очень активно взять на вооружение если для всех неожиданно выше 96 откроется понедельник и будет идти еще и на может с гепом то действительно могут отсюда нормально выстрелить как раз как раз перед новогодними праздниками сейчас затарятся по дешевке золотишко мы к февралю февралю вы вытолкну куда-нибудь за 1500 так так вот 11.05 11.08 контрольный уровень на проверку то есть если это все таки затарка на покупку то я думаю в понедельник вторник должны быть выше этого коридора то есть отсюда в противном случае ну в идеале конечно вот покупки уже должны в среду быть выше 11.10 если сценарий на покупку подтвердится если уже все таки это продажи тогда ну может до 11.100 вернуться и пойдут дальше могут даже не дать никому зайти просто рухнуть сейчас подойдите посмотрим классы сейчас на дельте сегодняшней сессии так м 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 Продолжение следует... 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 набирают позиции 4 дня уже как весь этот пролив затаривают сейчас мы на февральском посмотрим ну сказать чтобы прям каждую сессию аномальные шорты 2-3 были потом все меньше и даже текущая сессия вот нулевой дельте то есть скорее всего может даже быть закупка уровня сейчас отмечу ориентируйтесь уже на новый контракт и там вот они начали уже с 27 числа ликвиденько открыли глубокая сезон сейчас мы чуть послабее поставим пока объемов не особо совет сразу не лезьте в эти свечи падающие падающие если затариваться будет то им надо в любом случае откорректироваться либо сформировать площадку вот повремените и сразу не делайте поспешных движений потому что могут еще просесть так вот видите упустили маленький момент экспирация и столько вот интересных вещей произошло да совсем забыл про февральский контракт ну в общем разобрали все фьючерсные рынки довесок можно еще пробежаться быстро по акции сбербанк и газпром в дельта режиме и если вы совсем недавно присоединились то через минут 30-40 после завершения обзора будет на youtube канале и на facebook запись посмотрите в записи инструменты которые вы пропустили и так агрессор нас бери с 30 даже с 28 даже с 22 23 вот двинули котировку на рост сейчас мы возьмем такой же период как на фьючах идет с 14 15.09 дата линии мы уничтожим лишнее значит три двести и это дельта то есть это не объем это дельта из 13 миллионов дельта на стороне байера три двести поэтому поэтому все что произошло в этот день все эти уровни желательно зафиксировать так давайте поставим соточку хотя бы 300 это уже с и без не смеют его пробить 28 подтвердили ну и налили еще вот 2 числа сегодня даже сегодня с учетом фиксаций все равно дельта держится на нулевую ну ближе к нулю на стороне байра это по сбербанку диагазпрониус не пойдет обрушаются данные и 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 получше ситуацию так 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 последний 論 стакой десятая тут заслуженно прошел в Газпром до 144 и чуть послабее конечно но возобновилась активность сейчас я думаю решится вопрос если все таки сиганут ниже нефтяные котировки то тогда будем мониторить но вот резкая смена дельты в таком ключе не самый хороший знак точно так же как здесь поменялось на покупку резкий такой дисбаланс причем уровень сразу в обратную сторону могут и пройти ниже поэтому вот 135 вот этот массив до 134 134 в общем последний блокпост ниже покупать или держать покупку нежелательно потому что там где затарились должны защищать уровни на акциях это акции это вам не фьючерсы это акции и там совсем другой кэш вот поэтому внимательно внимательно если 137 и 136 смогут отстоять и без проблем тогда есть шансы дальше продолжить восходящую динамику опять же как второв конекция поведет если вторник среда вернее понедельник вторник просто вот даже не замечают 135 и входит ниже ну точно подбирать этот пролив не стоит на покупку значит по ликвидности уровень ликвидки на рост соответствовал вот этому старту здесь идентичная была ликвидность но вот заливают они в принципе на таком же ликвиде на шорт и это очень коварненько значит шорты идут даже как видите по минимуму я думаю выпрыгивали байеры за эти три сессии точно фиксировали но здесь то само собой а вот эти вот три массива узнаем уже в понедельник рад был всех видеть встретимся на в среду да в среду 11 ноября на открытом вебинаре в рамках профкурсов интересная тема будет информация в рассылке будет в любом случае запись через минут 30-40 будет уже на ютюбе и на фейсбук поэтому вы сможете посмотреть хороших выходных с наступающими праздниками и попутного тренда берегите себя до свидания пока плачем в фейсбук